Нарушение валютного законодательства, штрафы в 2018 году. Сейчас с усилением внешней политики происходит ужесточение норм внутри страны. Здесь попробуем разобраться в том, как регулируется правонарушение в сфере валютного законодательства. Рассмотрим, кто и кого может штрафовать, что необходимо делать, а при этом, каких изменений ждать в следующем году и что можно сделать для профилактики виды ответственности за нарушение валютного законодательства. Прежде, чем говорить о выплатах, нужно разобраться, какие законы регулируют данные области и кто регулирует основные процессы. Основополагающими документами являются законы, правовые акты и другие международные договоры в этой области законодательства. Важными контрольными органами являются Центральный банк и правительство РФ. На нарушителей, в зависимости от правонарушения, накладывается один из нескольких видов ответственности, как правило, штрафные выплаты. Гражданско-правовая, административная, уголовная, валютное законодательство. Первый вид ответственности дает возврат всего необходимого обеим сторонам, второй предполагает денежную выплату в установленном законодательством размере, а последний накладывает уголовный арест на правонарушителей. Обратите внимание, штраф в любом случае будет назначен за нарушение валютного законодательства РФ. Что же понимается под выплатой за нарушение законодательства? Административная и гражданско-правовая ответственность регулируется статьей 15.25 КОАП Российской Федерации. Санкция может быть начислена за различные нарушения. Во-первых, это проведение запрещенных в российском законодательстве обменов валют. Штраф рассчитывается от 0,75 общей суммы процессов до полной стоимости. Во-вторых, штрафование подлежит неправильной отчетности по операциям с валютой или неподтвержденное ее движение, а также недополучение валютной выручки. Штрафы возможны и в том случае, когда физическое лицо или предприятие не уведомили об открытии или закрытии производства фирмы или бизнеса в России или за рубежом. Вид справки о валютной операции предпринимателя невыполнение некоторых норм влечет за собой особо тяжкие последствия. За что в данном случае наступает уголовная ответственность можно узнать в УК РФ. Как правило, наказания не ограничиваются денежными выплатами. В большинстве случаев лиц, совершивших правонарушение, лишают свободы. Сесть можно за подделку валюты, попытку ее провоза за рубеж по поддельным документам, а также отсутствие возврата валюты из других стран. Поэтому очень важно соблюдать основные правила, чтобы валютный контроль не назначал лишние денежные штрафы. Денежные санкции накладывает Центральный банк, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба. Обратите внимание, как правило, штрафы физическим лицам предъявляет налоговая служба. Инструкция для оштрафованных. Что делать с нарушителю при несоблюдении правил? Как поступать, если банк решил оштрафовать должника? Нарушитель получает по почте уведомление, штраф за неправомерное нарушение валютного законодательства по всей территории РФ. В письме указывается не только причина, но и сумма. Дальше виновник в течение 10 рабочих дней должен оплатить в банке, которому он прикреплен по месту жительства, штраф за нарушение валютного законодательства РФ и ответным письмом отослать квитанцию. Обратите внимание, такая же процедура существует и для юридического лица. А вот отправлять отчетность надо не только в налоговую, но и таможенную службу, а также в Российский Центральный банк. Изменения в данной области законодательства 2018 года. В августе 2018 года произошло ужесточение мер наказания в данной сфере. Нарушения валютного законодательства штрафы 2018 будут выплачиваться в разных ситуациях. Во-первых, была увеличена нижняя ценовая планка за нарушение законодательства с 10% до 75% от общей суммы сделки. Основным возможным штрафом может стать сумма 500 тысяч рублей звездочка. Во-вторых, при поступлении валюты, ее проводке и просрочке в банк необходимо предоставлять информацию о точных сроках ее получения. Если раньше банки пропускали любые операции с валютой, то теперь при нарушении законодательства РФ будет производиться отказ от этих услуг. Обязательным пунктом любой валютной операции станет оформление паспорта сделки, а еще ужесточается наказание, вплоть до лишения свободы. За несвоевременное уведомление об открытии производства физическим лицом или предприятием. Образец форм паспорта сделки, чтобы избежать таких рисков, физическому лицу или фирме необходимо вовремя сообщать о бизнесе, выплачивать штрафы по валютному контролю 2018 года и оформлять необходимые бумаги в соответствии с законами Российской Федерации. Звездочка цены актуальна на август 2018 года.